Здравствуйте друзья. В этом видео мы с вами поговорим о накладной розетке Xiaomi Midsia 2, которая принадлежит к экосистеме умного дома Miho. Розетка работает по Wi-Fi, а значит ей не нужны никакие дополнительные устройства, она подключается к роутеру напрямую. Кроме включения и выключения, розетка ведет учет расхода электроэнергии, а также является Bluetooth шлюзом, то есть позволяет управлять устройствами экосистемы, которые имеют этот же интерфейс. Модель ZN-CZ07CM, максимальная мощность 2500 Вт, топ не более 10А. Интерфейсы Wi-Fi 2.4 ГГц, Bluetooth 4.2. Приложение Mi Home, операционная система Android 4.4 или iOS 9.0 или выше. Вес 73 грамма, размер 64,8х44,2х52 мм. Упаковка традиционная для устройств экосистемы Mi Home, предназначенных для китайского рынка, о чем говорят надписи иероглифами на коробке. Параметры о которых я уже сказал находятся на задней стороне, в самой коробке кроме розетки найдется только небольшой буклет инструкции на китайском. Кто хоть раз видел одну из китайских моделей розеток Xiaomi, уже никогда ни с чем их не перепутает. Хоть размер в зависимости от модели может быть разным, в целом это один и тот же параллелепипед с закругленными краями и универсальной розеткой, которая позволяет без переходников подключать европейские круглые, американские плоские и тройные вилки. А вот вилка у таких устройств как раз тройная, называется Type E, распространена в Китае, Австралии и Новой Зеландии. Тут узкие контакты до 10А, существует более широкая 16А версия. На условно нижнем торце находится единственная многофункциональная кнопка, она может включать и выключать, запускать таймер обратного отсчета и сбрасывать в заводские установки. Возле нее на фронтальной части находится светодиод активности. Для подключения таких вилок удобно использовать удлинители с универсальными розетками, например Xiaomi, с тремя или пятью разъемами. В таком случае устройство присоединяется напрямую, без использования каких-либо переходников. Что касается переходников, то из тех что я пробовала, их было немало. Самое качественное, это универсальные адаптеры Auction. Сделаны качественно, держатся очень хорошо и практически не увеличивают габариты устройства, всего на пару миллиметров толще, чем если бы эта вилка была с завода. Вот так она выглядит в глубокой евро розетке формата Schuko от Legrand. Переходники рассчитаны на ток в 16А, так что с запасом, ссылку я оставлю в описании. После включения в сеть, розетка переходит в режим подключения, а в нем она создает свою точку доступа, которую и обнаруживает приложение Mi Home. По ее названию она определяет и показывает, что это за устройство. Остается лишь тапнуть по нему и указать к какой сети нужно подключаться. После передачи данных о сети к устройству, остается выбрать локацию и имя, а на последнем шаге, при необходимости, дать доступ к устройству или сразу ко всему дому на другой ми аккаунт. Первый запуск плагина попросит согласиться с условиями пользовательского соглашения. Основную часть окна занимает изображение розетки, если питание на ней включено, то фон плагина синий, выключено темный. В нижней части окна, которая кстати полностью не помещается на один экран, размещены данные о энергомониторинге, кнопка управления розеткой, планировщик и таймер обратного отсчета. Причем на главном окне данные о расходе за день и месяц, а мгновенное значение можно увидеть, только зайдя в детали, там же можно выбрать временной интервал для просмотра графика. Планировщик позволяет автоматизировать включение и выключение розетки в заданное время или интервал, причем эта программа будет работать автономно на уровне самой розетки. Задания могут быть как разовыми, так и повторяющимися. Например, можно включать розетку в 7 утра по будням и в 10 утра по выходным, а выключать в 10 вечера во все дни. Подойдет скажем для нагрузки, которую нужно выключать на ночь. А функция обратного отсчета, переключит состояние розетки на противоположное, по истечении заданного интервала времени. Меню настроек, попасть в него можно тапнув по кнопке с тремя точками справа вверху, дает доступ к настройкам и нескольким интересным опциям. Например, тут есть режим циклического включения и выключения реле розетки в течение заданного промежутка времени. Еще можно настроить фиксированный таймер обратного отсчета, который можно будет запускать по двойному нажатию на кнопку розетки. Здесь можно изменить внешний вид розетки на главном экране плагина, в зависимости от того, какая нагрузка в него подключена. Есть опция проверки и обновления прошивки. Последняя на дату обзора 2.1.0.0.0.25. В меню дополнительных настроек есть меню BLE шлюза. В нем отобразятся все Bluetooth устройства вашего умного дома, которые попадут в зону покрытия розетки. Специально их подключать не надо, это происходит автоматически. Причем одни и те же датчики могут быть одновременно подключены даже к десятку BLE шлюзов. В автоматизациях розетка не может быть условием или триггером, только действием. К примеру в экосистеме TU-E Smart все побывавшие у меня на обзорах розетки могли выполнять эту функцию. В Mi Home это встречается значительно реже. Как действие розетка может включаться, выключаться и переключать состояние. По энергомониторингу тут ничего сделать тоже не получится. Зато наличие BLE шлюза позволит задействовать датчики с этим интерфейсом, даже если у вас больше нет никаких других устройств. Например, в сценариях по управлению климатом, включая или выключая увлажнители или обогреватели. А также получая данные об освещенности от сенсора растений, можно включать фитолампу. Штатной интеграции Home Assistant для Wi-Fi розеток и удлинителей Xiaomi, на дату обзора эта модель не поддерживается. Но у нас есть замечательный программный хаб Hax, о его установке я рассказывал в уроке 9.2 по Home Assistant. Я попробовал несколько разных интеграций и обнаружил поддержку этой розетки в двух, но только в одной с возможностью получать данные о расходе электроэнергии. Она называется Xiaomi Miote и сразу ошарашивает описанием на китайском языке. По желанию можно перейти на английскую версию или воспользоваться Google переводчиком. Устанавливаем интеграцию после чего необходимо будет перезагрузить Home Assistant. Для этого идем в меню настройки, сервер и нажимаем на опцию перезапустить. После перезапуска интеграция готова к работе. Для работы с ней идем в раздел настройки и выбираем опцию интеграции. Тут нужно нажать на кнопку справа внизу добавить. Ищем в списке интеграции по названию Xiaomi Miote, кликаем на нее. После подготовки к запуску появится окно и опять с иероглифами. Что поделать, это родной язык разработчик. Нажимаем на выпадающее меню, тут есть две опции, покороче и подлиннее. Длинно это подключение к облаку под вашим ми аккаунтом, коротко это прямое подключение устройства по IP и токену. Удобнее получить данные с облака, поэтому выбираем длинную надпись. Нажимаем подтвердить. В следующем окне откроется диалог для авторизации в аккаунте mihome. В первой строке пишем email или номер аккаунта, без звездочек разумеется, во второй пароль. Это те же логин и пароль, которые используются вами для входа в mihome. Если все сделано правильно, интеграция подключается к облаку и создает конфигурацию. Теперь на странице интеграции есть новая Xiaomi Miote, которая подключена к вашему аккаунту mihome. Для подключения розетки повторяем все действия, нажимаем на кнопку справа внизу и ищем интеграцию в списке. У нас открывается то же самое окно с короткой надписью иероглифами. Но опций в выпадающем списке теперь куда больше, сюда затянутся все ваши устройства подключенные в mihome. Ищем и выбираем нашу розетку. Кстати на досуге можно поиграться и с другими устройствами, если вы не смогли подключить их другими методами. Следующее окно отобразит модель розетки, мак адрес и версию прошивки. Остальные данные затянутся автоматически. Типы сущности, свитчи сенсоры и маппинг. После этого создается новая конфигурация уже для розетки. При желании можно выбрать и помещение для нового устройства. Теперь в окне интеграции Xiaomi Miote отображаются уже две конфигурации для аккаунта и для розетки. При желании можно добавить еще для других устройств. Нажав на строку с названием розетки, в окне отобразятся параметры этой конфигурации. Тут есть одно устройство с пятью объектами. Давайте посмотрим подробнее что же там есть. Зайдя в устройство видим, что тут есть свитч, который действительно включает и выключает реле розетки. Работает он по локальной сети, поэтому переключение обрабатывается мгновенно. Кроме него есть еще четыре сенсора. Сенсор текущего значения тока в амперах. Текущая мощность в ваттах. Накопительное значение потраченной электроэнергии в киловатт-часах. И напряжение сети в вольтах. Правда по факту реагирует на внешние раздражители только второй сенсор текущего энергопотребления. Остальные же никак не изменяются. Какую бы я нагрузку не подключал. Минимальную или вот например в 758 ватт. Даже нагрузки превышающие в 1 и 2 киловатта тоже не производят впечатление на стальные сенсоры. Хотя я считаю тут ключевыми моментами как раз управление реле и текущее значение мощности. Для нагрузочных тестов я использую свой уже многократно проверенный энергомонитор. Кстати сама по себе розетка потребляет 1,3 ватта энергии. Хотя по логике чуть большее значение должен показывать энергомонитор так как к него воткнута и сама розетка. По факту все наоборот. Но мощности в 40 ватт умная розетка показывает немного больше. Причем это с учетом того что энергомонитор учитывает и собственное потребление розетки. Чем выше мощность тем больше начинает врать розетка. Но мощности почти в киловатт расхождение уже более 50 ватт. А в 2 киловатта более 100 ватт. Я подсчитал что расхождение составляет почти 6 процентов. Если увеличить на них текущее значение энергомонитора как раз выходим на цифры показываемая розеткой. С учетом своей небольшой цены получилось довольно интересное устройство 3 в 1 розетка, энергомонитор и BLE шлюз. Особенно если вспомнить что просто BLE шлюз в виде отдельного устройства стоит примерно так же. За счет использования Wi-Fi розетка работает напрямую с роутером не требуя шлюза для себя, но при этом являясь им для других Bluetooth устройств и позволяя подключаться к ним удаленно и участвовать в сценариях. К минусам отнесу завышение показаний энергомониторинга, кстати в Home Assistant это можно легко исправить сделав шаблонный сенсор с поправочным коэффициентом и нестандартную для наших стран вилку. На этом все, если у вас остались вопросы задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось ставьте лайки, если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары умного дома, вы можете прочитать в моем телеграм канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok